И снова здравствуйте! Прямо сейчас мы с вами продолжим путешествие, в третью часть увлекательной истории Вильгельма Гауфа «Карлик Нос». Присаживайтесь поудобнее и включайте на полную катушку свое воображение. Якоб решил хорошенько отблагодарить своего хозяина и не только сам правитель страны, но и все его придворные не могли нахвалиться маленьким поваром. С тех пор, как Карлик Нос поселился во дворце, герцог стал, можно сказать, совсем другим человеком. Прежде ему частенько случалось швырять в поваров тарелками и стаканами, если ему не нравилась их стряпня, а один раз он так рассердился, что запустил самого начальника кухни плохо прожаренной телячьей ногой. Нога попала бедняге в лоб, и он после этого три дня пролежал в кровати. Все повара дрожали от страха, когда готовили кушанье. Но с появлением Карлика Носа все изменилось. Герцог теперь ел не три раза в день, как раньше, а пять раз и только похваливал искусство Карлика. Все казалось ему привкусным, и он становился день от дня толще. Он часто приглашал Карлика к своему столу вместе с начальником кухни и заставлял их отведать кушанье, которое они приготовили. Жители города не могли надевиться на этого замечательного Карлика. Каждый день у дверей дворцовой кухни толпилось множество народу. Все просили и умоляли главного повара, чтобы он позволил хоть одним глазком посмотреть, как Карлик готовит те самые куша. А городские богачи старались получать у герцога разрешение посылать на кухню своих поваров, чтобы они могли учиться у Карлика стряпать. Это давало Карлику немалый доход. За каждого ученика ему платили в день по пол дуката. Но он отдавал все деньги другим поварам, чтобы они ему не завидовали. Так Якоб прожил во дворце два года. Он был бы, пожалуй, даже доволен своей судьбой, если бы не вспоминал так часто об отце и матери, которые не узнали его и прогнали. Только это его и огорчало. И вот однажды с ним произошел такой случай. Карлик Нос очень хорошо умел закупать припасы. Он всегда сам ходил на рынок и выбирал для герцогского стола гусей, уток, зелень и овощи. Как-то раз он пошел на базар за гусями и долго не мог найти достаточно жирных птиц. Он несколько раз прошелся по базару, выбирая гуся получше. Теперь уже никто не смеялся над Карликом. Все низко ему кланились и почтительно уступали дорогу. Каждая торговка была бы счастлива, если бы он купил у нее гуся. Расхаживая взад и вперед, Якоб вдруг заметил в конце базара в стороне от других торговок одну женщину, которую не видел раньше. Она тоже продавала гусей, но не расхваливала свой товар, как другие, а сидела молча, не говоря ни слова. Якоб подошел к этой женщине и осмотрел ее гусей. Они были как раз такие, как он хотел. Он купил трех птиц вместе с клеткой, двух гусаков и одну гусыню, поставил клетку на плечо и пошел обратно во дворец. И вдруг он заметил, что две птицы гогочут и хлопают крыльями, как полагается, хорошим гусакам, а третья гусыня сидит тихо и даже как будто вздыхает. «Эта гусыня больна», — подумал Якоб. «Как только приду во дворец, сейчас же велю ее прирезать, пока она не издохла. И вдруг птица, словно разгадав его мысли, сказала, «Ты не режь меня. Заклюю тебя. Если шею мне свернешь, раньше времени умрешь». Якоб чуть не уронил клетку. «Вот чудеса!» — закричал он. «Вы, оказывается, умеете говорить, госпожа гусыня? Не бойся, такую удивительную птицу я не убью. Готов спорить, что ты не всегда ходила в гусиных перьях. Ведь был же и я когда-то маленькой бельчонкой». «Твоя правда», — ответила гусыня. «Я не родилась птицей. Никто не думал, что Мими, дочь великого Ветербока, кончит жизнь под ножом повара на кухонном столе. «Не беспокойтесь, дорогая Мими», — воскликнул Якоб. «Не будь я честный человек и главный повар его светлости, если до вас кто-нибудь дотронется ножом. Вы будете жить в прекрасной клетке у меня в комнате, и я стану кормить вас и разговаривать с вами. А другим поварам скажу, что откармливаю гуся особыми травами для самого герцога. «И не пройдет и месяца, как я придумаю способ выпустить вас на волю». Мими со слезами на глазах поблагодарила карлика, и Якоб исполнил все, что обещал. Он сказал на кухне, что будет откармливать гусыню особым способом, которого никто не знает, и поставил ее клетку у себя в комнате. Мими получала не гусиную пищу, а печенье, конфеты и всякие лакомства. И как только у Якоба выдавалась свободная минутка, он тотчас же прибегал к ней поболтать. Мими рассказала Якобу, что ее превратила в гусыню и занесла в этот город одна старая колдунья, с которой когда-то поссорился ее отец, знаменитый волшебник Ветербог. Карлик тоже рассказал Мими свою историю, и Мими сказала, «Я кое-что понимаю в холдовстве. Мой отец немножко учил меня своей мудрости. Я догадываюсь, что старуха заколдовала тебя волшебной травкой, которую она положила в суп, когда ты принес ей домой капусту. Если ты найдешь эту травку и понюхаешь ее, ты, может быть, снова станешь таким же, как все люди». Это, конечно, не особо утешило Карлика. Как же он мог найти эту травку? Но у него все-таки появилась маленькая надежда. Через несколько дней после этого к герцогу приехал погостить один князь, его сосед и друг. Герцог тотчас же позвал к себе Карлика и сказал ему, «Теперь пришло время показать, верно ли ты мне служишь и хорошо ли знаешь свое искусство. Этот князь, который приехал ко мне в гости, любит хорошо поесть и понимает толк в стрипне. Смотри же, готовь нам такие кушанья, чтобы князь каждый день удивлялся, и не вздумай, пока князь у меня в гостях, два раза подать к столу одно кушанье. Тогда тебе не будет пощады. Бери у моего казначея все, что тебе понадобится. Хоть золото запеченное нам подавай, только бы не осрамиться перед князью». «Не беспокойтесь, ваша светлость», — ответил Якоб, низко кланяясь. «Я сумею угодить вашему лакомке князю». И Карлик нос горячо принялся за работу. Каждый день он стоял у пылающей плиты и без умолку отдавал приказания своим тоненьким голоском. Толпа поваров и поварят металась по кухне, ловя каждое его слово. Якоб не щудил ни себя, ни других, чтобы угодить своему хозяину. Уже две недели гостил князь у герцога. Они ели не меньше, чем по пять раз в день, и герцог был в восторге. Он видел, что его гостю нравится стрипня Карлика. На пятнадцатый день герцог позвал Якоба в столовую, показал его князю и спросил, доволен ли князь искусством его повара. «Ты прекрасно готовишь», – сказал князь Карлику, – «и понимаешь, что значит хорошо есть. За все время, пока я здесь, ты ни одного кушанья не подал на стол два раза, и все было очень вкусно. Но скажи мне, почему ты до сих пор не угостил нас пирогом королевы?» «Это самый вкусный пирог на свете!» У Карлика упало сердце. Он никогда не слыхал о таком пироге, но он и в виду не подал, что смущен, и ответил. «О, господин, я надеялся, что вы еще долго пробудете у нас и хотел угостить вас с пирогом королевы на прощание. Ведь это король всех пирогов, как вы сами хорошо знаете». «Ах, вот как!» – сказал герцог и рассмеялся. «Ты ведь и меня ни разу не угостил пирогом королевы. Наверное, ты испечешь его в день моей смерти, чтобы последний раз побаловать меня. Но придумай на этот случай другое кушанье, а пирог королевы, чтобы завтра был на столе. Слышишь?» Слушаясь, господин герцог ответил Якоб и ушел озабоченный и огорченный. Вот когда наступил день его позора. «Откуда он узнает, как пекут этот пирог?» Он пошел в свою комнату и стал горько плакать. Гусыни Мими увидела этой своей клетки и пожалела его. «О чем ты плачешь, Якоб?» – спросила она. И когда Якоб рассказал ей про пирог королевы, она сказала. «Вытри слезы и не огорчайся. Этот пирог часто подавали у нас дома, и я, кажется, помню, как его надо печь. Возьми столько-то муки и положи еще такую-то и такую-то приправу. Вот пирог и готов. А если в нем чего-нибудь не хватит, беда невелика, герцог с князем все равно не заметят. Не такой уж у них и разборчивый вкус». Карлик нос подпрыгнул от радости, и сейчас же принялся печь пирог. Сначала он сделал маленький пирожок и дал его попробовать начальнику кухни. Тот нашел, что вышло очень вкусно. Тогда Якоб испел большой пирог и прямо из печи подал его к столу. А сам надел свое праздничное платье и пошел в столовую смотреть, как герцогу с князем понравится этот новый пирог. Когда он входил, дворецкий как раз отрезал большой кусок пирога. На серебряной лопаточке подал его князю, а потом другой такой же герцогу. Герцог откусил сразу пол куска, прожевал пирог, проглотил его и с довольным видом откинулся на спинку стула. «Ах, как вкусно!» «Недаром этот пирог называют королем всех пирогов. Но и мой карлик – король всех поваров, не правда ли, князь?» Князь осторожно откусил крохотный кусочек, хорошенько прожевал его, растер языком и сказал, снисходительно улыбаясь и отодвигая тарелку. «Недурное кушанье, но только ему далеко до пирога королевы!» «Я так и думал!» Герцог покраснел с досады и сердито нахмурился. «Скверный карлик!» «Как ты смел опозорить своего господина!» «За такую стряпню тебе следовало бы отрубить башку!» «Господин!» – закричал Якоб, падая на колени. «Я испек этот пирог, как полагается! В него положено все, что надо!» «Ты лжешь, негодяй!» Закричал герцог и отпихнул карлика ногой. «Мой гость не стал бы напрасно говорить, что в пироге чего-то не хватает! Я тебя самого прикажу размолоть и запечь в пирог! Урод ты этакий!» «Жальтесь надо мной!» – жалобно закричал карлик, хватая князя за полы его платья. «Не дайте мне умереть из-за горски муки и мяса! Скажите, чего не хватает в этом пироге? Чем он вам не понравился?» «Это мало чем тебе поможет, мой милый нос!» «Я уже вчера подумал, что тебе не испечь этого пирога так, как его печет мой повод!» «В нем не хватает одной травки, которую у вас никто не знает! Она называется «Чихай на здоровье!» «Без этой травки у пирога королевы не тот вкус, и твоему господину никогда не придется попробовать его таким, каким его делают у меня!» «Нет, я его попробую, и очень скоро, клянусь моей герцогской честью, либо вы завтра увидите на столе такой пирог, либо голова этого негодяя будет торчать на воротах моего дворца. Пошел вон, собака! Даю тебе сроку 24 часа, чтобы спасти свою жизнь!» Бедный карлик, горько плача, пошел к себе в комнату и пожаловался Гусыни на свое горе. Теперь ему уже не миновать смерти, ведь он никогда и не слыхивал о траве, которая называется «Чихай на здоровье!» На этом третья часть нашего повествования завершена. И что же ждет нашего героя дальше, остается большой загадкой. Удастся ли ему спасти свою голову? Сумеет ли карлик нос раздобыть чихай траву и превратиться обратно в красивого и стройного якобы? Ответы на все эти вопросы ищите в следующей части нашей истории. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok